Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампари, Сфинляндия. И сейчас, накануне Рождества и Нового года, мы вспоминаем фильм «Служебный роман», где героиня говорит, у меня нет ни подруги, ни семьи, потому что её возлюбленный выбрал подругу, и после этого она искоренила всех своих подруг. И я думаю, многие со мной согласятся, если у вас есть вот такие друзья, которые остаются совсем одни, и они ненавидят ни Новый год, ни Рождество, ни других праздников, потому что нет второй половинки и нет своей семьи. Ну и после этого, конечно, многие заходят в интернет, и почему всегда говорят, большое количество новых сообщений люди получают, то есть они начинают искать, с кем встретиться, с кем познакомиться и так далее. Ну и раньше в Финляндии было вот очень популярно Синькуристелю, вот такие 24 часа на корабле, где встречались одинокие люди, у них была вот такая возможность познакомиться и так далее. Но, к сожалению, теперь, видите, два года никаких встреч нельзя проводить, и поэтому только интернет, только интернет и только через интернет люди могут найти друг друга. Ну и, конечно, многие остались у разбитого корыта только из-за того, что воспитывала мама, воспитывала бабушка, воспитывала тётя Люся. И вот этой девушке дули в одно место и говорили, ты-то наша принцесса точно без жениха не останешься, потому что ты самая умная, самая шикарная, самая красивая. И досидев до 40 лет, многие потом похватываются в последний момент, да, что подруги уже и раз, и два, и три сходили замуж, а я всё сижу, жду вот этого принца. Конечно, большая ошибка, и после этого хватает уже, что, как говорится, осталось вот на этом рынке женихов. Ну и когда ты слушаешь мужчин, русскоговорящих блогеров, и они очень, как говорится, некорректно отзываются о женщинах 40+, и сравнивают это с машиной, с большим пробегом, так иногда хочется такому блогеру написать, что когда ты себя в последний раз видел в зеркало, конечно, да, очень легко осуждать, да, очень легко обзывать и так далее, но если на это право, если кому это право дали, нет, конечно, это просто караул, и я думаю, многие этому блогеру тогда написали и без меня, что смотри на себя в зеркало перед тем, как говорить про женщин 40+, что это машины с большим пробегом. Ну и да, может быть действительно какая-то доля правды в этом есть. Женщины 40+, в Российской Федерации, в Украине, как говорится, уже не пользуются так спросом, как молодые, красивые, с комсомольским телом, ну и за границей, конечно, все гораздо наоборот. Молодые учатся, молодые пытаются получить образование, и женщины в 40+, мне кажется, самые востребованные, потому что они образованы, у них есть уже какой-то жизненный опыт. А в Финляндии у нас была большая статья, что 50 лет это новые 30, и после этого многие получили второе дыхание в 50-летние и подумали, о, 50 это новые 30, то есть жизнь еще начинается. Ну и как же в интернете найти вот этого единственного своего любимого, так чтобы один раз и на всю жизнь, и когда мне задают вопрос, ну, Оля, ну вот вы так давно живете, как бы найти вот такого тоже себе кеюшку, спокойного, рассудительного, интеллигентного. Народ, если я дала неправильную картинку в своих видео, и вот многие подумали, что вот мы так живем душа в душу, мы никогда не ругаемся и так далее, да, я записывала видео, мы не ругаемся уже много лет, но народ ругались, начали жить, ругались, и, как говорится, перья летели, и все было, и чуть не до развода, да, ругались, да, вот такое тоже у нас было. И те люди, которые говорят, ой, живем 30 лет и в душа в душу никогда не ругаемся, народ, не верьте, когда смотришь на такие пары в виде этого мужчину и женщину, мне всегда женщин жалко, я прекрасно понимаю, почему она не ругается, с таким Мудашвили бесполезно ругаться, он ее поднял, поднял под себя еще 30, как говорится, лет назад, она не может ни пикнуть, ни мыкнуть, ни выкнуть, и поэтому, когда такой мужчина говорит, ой, мы живем душа в душу, не ругаемся, даже как женщина одета, ты видишь, что да, он ей не позволяет ровно как ничего, не дай бог, она будет красотка, как говорится, кто-то, какой-то другой мужчина на нее посмотрит. Конечно, ругаться надо, но ругаться нужно интеллигентно, без, как говорится, вот такого, что потом больно и обидно, и месяц больно, что ты, как говорится, поругался. Слава Богу, моя русская подруга из Питера, большое спасибо, Марина, тебе еще раз. Тогда меня остановило, и вот этой фразой, что Оля таких мужчин, как Кею, не бросают, вот, да, здорово получилось, вот действительно, мы живем, как говорится, и вспоминаем это, ну, да, все в жизни должно быть, я считаю, и это укрепляет всегда отношения. Ну, и как же найти вот такого спокойного, хорошего, уже, как говорится, проверенного финна? Да, проблемы есть, потому что даже женщины, живя в Финляндии, пишут, Оля, ну, не найти, даже если ты заходишь в интернет, очень много всяких аферистов, которые пытаются познакомиться с тобой для того, чтобы встречаться на, как говорится, стороне, у него есть жена, но она ему уже настолько ком в горле, конечно, он хочет приключения на одном месте, чтобы не напороться вот на такое, ну, и, конечно, многие хотят маму своим детям, у них есть дети от первого брака, и они хотят вот такую женщину, ну, если вы уже в 40 лет своих детей воспитали, если у вас есть дети, захотите вы еще вот по второму кругу этих детей воспитывать, это тоже, как говорится, бабушка на двое сказала. Ну, и многие не понимают того, что никогда ты не должен завидовать, если у кого-то что-то есть, а у тебя нету, это от тебя кусок вот как бы отрезали. Нет, многие сравнивают, ну, если у Люси-то есть, ну, я-то точно найду. И вот начинается это шорканье по интернету и заходят на платные сайты, ну, там, в принципе, одно и то же, может быть, какие-то ограничения есть. Есть, конечно, в Финляндии элитные сайты, но это, опять же, нужно жить в Финляндии и иметь высшее образование, чтобы на такой элитный сад зайти. Ну, и, конечно, если финского мужчина вы ищете, теперь границы закрыты только по интернету, только общение по скайпу, ну, и я записывала столько видео, как мне, как говорится, попасть вот в эту ловушку, пожалуйста, пересматривайте прям с блокнотиком, не то, что посмотрел и подумал, ну, да, вот Оля молодец, она такая женщина, 56 лет, да, вот она рассуждает, живя больше 30 лет в Финляндии, но, к сожалению, да, посмотрев раз и два, это, как говорится, в одно в ухо может лететь, другое вылететь, но если вы возьмете блокнотик и начинаете себе записывать и строить вот этот план, да, конечно, записанная вещь остается больше и лучше в голове, а не получится так, ну, посмотрел раз, забыл, и опять наступаешь и второй, и третий, и четвертый раз на те же грабли. Ну, и почему теперь мужчины пользуются таким спросом? Только из-за того, что, конечно, на сайт знакомства, если вы заходите, хоть какой он негасистенький, недосистенький бы был, я даже не знаю, как по-русски его назвать миленького, чтобы вот вроде как назвать и не обидеть, но желающих познакомиться с ним больше, чем достаточно, и мужчины много раз поднимают нос кверху и думают, о, это вот он такой шикарный, что тут, видите, и вот такая дама с ним хочет переписываться, и вторая хочет с ним переписываться, и третья, пятая, десятая, а он миленький не понимает, что он, как говорится, никому не нужен, а нужна Финляндия, нужен переезд, нужен муж, и все равно какая-то вот такая стабильность, и поэтому мужчины много раз настолько высоко поднимают планку, какую женщину они хотят, и хороший пример у нас был тоже знакомый, который переписывался, и вот он все показывал, эти фотографии, я, конечно, улыбалась, но что ему сказать, да, конечно, все очень здорово, что вот такие молодые, красивые, с комсомольским телом тебя хотят, но ты не забывай, на молодую жену очень большой кошелек нужно иметь, потому что она приедет, она захочет шопиться, она захочет покупать все подряд, конечно, она захочет семью, детей, если молодая, она хочет путешествовать, но это все понятно, то есть, конечно, на молодую очень большой бюджет нужно рассчитывать, а не то, что ты привез молодую, посадишь ее дома, и она будет себе сидеть, жарить котлеты и смотреть тебе в рот, нет, молодые теперь тоже умные, они хотят свою карьеру, они хотят учиться и так далее, ну и был задан вопрос, Оля, если я найду мужчину, приеду в Финляндию, выучусь, хочу работать стилистом и оформлять витрины магазинов, ну, честно говоря, когда читаешь такие сообщения, я очень надеюсь, что это написал еще человек несовершеннолетний, и она успеет, как говорится, сформироваться и вырастить, и поменять свое решение, потому что мы все, которые живем уже в Финляндии, понимаем, что это утопия утопическая, выйти, приехать, выйти замуж, приехать, выучиться, начать оформлять витрины в магазинах на стилиста, ой, мам родная, ради меня обратно, да, конечно, финны вы найдете, это 100%, хоть, как говорится, потратите на это время, но приехать в Финляндию тоже не проблема, приедете, язык пойдете учиться, выучите язык, и выучитесь вы на стилиста, но возьмут ли вас на работу оформлять витрины, да, очень много случаев, я знаю, что женщины хотят вот такую красивую профессию, но в итоге они работают на складе и 10 лет, и 15 лет, развешивая вещи, как говорится, на вешалке, их даже, как говорится, не пытаются близко к этим витринам подпускать, потому что витрины оформлять нужно имя, нужен вот этот, как говорится, финский менталитет, и я знаю, что много раз витрины оформляют настолько неумело в Финляндии, но опять же, это финский стиль, это финское видение, и я помню, когда я работала, у меня нету никакого профессионального, стилистского, вот такого образования, я оформляла витрины сама, и даже люди, которые не знали про меня ровно как ничего, ну, проходя мимо, потому что рядом был банкомат, и люди стояли, снимали деньги, много расставила очередь, и витрина была рядом, заходили и хвалили, что вот только, как оформлена витрина, захотелось зайти в этот магазин, да, конечно, мы, я считаю, что я все равно вот с каким-то таким русским взглядом на вещи могу немножко не так все это, как говорится, оформить, но финны считают, что у них есть вот этот финский менталитет, и, конечно, если вот эта русская дама думает, что она приедет выучиться, и пойдет оформлять финские витрины, да, ну, мы, конечно, ей ничего не ответим, здорово, что у людей есть вот такая сказка в голове, и они думают ее когда-нибудь осуществить, ну, и, конечно, я всегда призываю на все, на все реагировать с холодными мозгами, и еще очень хорошо, если вы стоите на земле твердо на своих ногах, то есть, конечно, если вот в такие отношения вы вступаете, и теперь модно подписывать брачные договоры, если вы думаете, что вы приедете, и у мужчины что-то есть, вы проживете с ним три года, пять лет, десять лет, и все это будет пополам, нет, к сожалению, пополам это ничего не будет, вы подписываете брачный договор, и теперь модно даже подписывать брачный договор на подарки, на покупки, и так далее, если какие-то крупные подарки были сделаны, после развода они могут ополовиниться, и так далее, то есть, если вы такие, как говорится, отношения себе ищите, всегда прочитайте, всегда переводите, всегда взвешивайте перед тем, как подмахнуть вот эта иллюзия счастья, и вы думаете, что ну какая эйфория любви, он точно меня никогда не бросит и не выгонит, и ничего не будет отбирать, но, к сожалению, да, такое тоже много раз я вижу, и одна, например, финка со мной перестала общаться, только из-за того, что мужчина работал в Москве, и привез оттуда себе молодую, красивую жену, уже с ребенком, как говорится, вот тоже может быть и такое, и эта финка прокляла меня, что она сказала, что все русские вот такие, конечно, увела русская дама у нее мужа, и девочка мне писала точно так же, Оля увела подруга у финки мужа, теперь живут в Испании, это никакая, не как говорится, новость, да, вот такая, если у вас подруга есть финка, и у них кто-то уводит мужа, они проклянут вас, и даже вот, если вы будете дружить 20 лет, и душа в душу, вот один, как говорится, шаг в сторону, и сразу ненависть ко всем русским женщинам, что они считают только русские женщины виноваты, что они уводят финских мужчин, но в Финляндии много и эстонских женщин, и латышек, и с Украины, и женщин с узкими глазами, я думаю, не только про русских женщин такое можно сказать, да, если кто-то захочет этого финна увезти, уведут, и, как говорится, глазом не моргнут, ну и когда вот такое случается, женщины попадают в Финляндию, и проходит какое-то время, они видят, что, да, муж, конечно, объелся у них груш, никогда они не хотели вот такого, как говорится, неказистого, всегда считаешь, что ты достоин лучшего, но, к сожалению, хорошие все занятые, и приходится хватать, что еще осталось, и когда смотришь на этого бедненького, вот такого, как говорится, неказистенького, которого кто-то подхватил для того, чтобы переехать в Финляндию, все мы это прекрасно понимаем, но, а с другой стороны, никогда не должны опускаться руки, нужно всегда себе делать план, что ты должен за три года сделать, пока ты обязан или пять лет, или десять лет, какие у вас договоренности с этим мужчиной, что ты должен сделать, пока вы будете жить вместе, учить язык, получать профессию и так далее, и так далее, конечно, нельзя сидеть, горевать, и я смотрю, одна дама снимает видео и показывает вот такую заграничную жизнь, все плохо, все плохо, нет ни одного дня, если бы что-то она показывала хорошее, то есть плохо все, муж не дает карманных денег, в квартире холодно, и я написала ей, что там есть термостат, наверняка эту батарею можно включить, включить, чтобы было тепло, но если муж днем работает, а одна сидит дома, муж наверняка экономит электроэнергию, поэтому в квартире очень холодно, все очень дорого, и так далее, и так далее, да, конечно, если ты сидишь в четырех стенах, и вот такая апатия на тебя, депрессия, нахлынувает, все очень плохо, да, конечно, в таком случае вообще за границу ехать не надо, живите там, где вы живете, потому что у вас есть там родственники, тети, соседи, подруги, одноклассники, конечно, это веселее, за границей ты можешь оказаться ровно как одна, да еще вот с таким нелюбимым мужем, которого нужно, как говорится, терпеть, и сколько вот этого терпения тебе хватит, ну, и, конечно, разочарование тоже есть, когда приезжаешь, понимаешь, что он не тот фон барон, за кого он себя выдавал, он может быть и бывшим алкоголиком, да, про это тоже спрашивали, Оля, Наташина подруга, девочки, привет, спрашивала, что вот такие алкоголики теперь, которые, как говорится, лечились, зашились и так далее, хотят новых отношений, народ, да, такие тоже есть, и даже по лицу видно, что там не все очень хорошо, знаете, как говорится, смотришь и думаешь, вот он бывший алкоголик, и у него почки с проблем, или с почками проблемы, то есть, или А, или Б, да, и вот эти бывшие алкоголики, ну, они тоже люди, они могут вылечиться, зашиться, подшиться, как это по-русски называется, все прекрасные без меня знают, и когда он вступает вот в такие отношения, да, ты живешь как на вулкане, потому что бывших алкоголиков не бывает, он может сорваться в каждую минуту, и, конечно, у него просто ничего нет, ты живешь с бывшим алкоголиком, у него есть, может быть, рабочее место, и, конечно, социальное жилье, своего жилья у него нет, у него нет ни дачи, ни машины, вот, как говорится, живешь вот так, и ждешь с завтрашнего дня, когда этого мужчину можно бросить, и, как говорится, искать уже какие-то новые отношения. народ очень хотела рассказать и остеречь всех женщин, которые вот в это время Рождества, Нового года остаются одни, и начинают искать в интернете себе вторую половинку, очень хочется всем пожелать счастья, и мне всегда жалко женщин, потому что женщины наши вот такие самые красивые, самые достойные, самые достойные любви, счастья семейного, и так далее, всем желаю найти вторую половинку, ну а у кого эта вторая половинка есть, живите, наслаждайтесь жизнью, каждый день, такой подарок, который нам вот сверху, как говорится, подан, и, конечно, завтрашнего дня тоже мы все ждем. Подписывайтесь, не хворайте, всех с наступающим, Рождеством, Новым годом, с вами была Оля, и с Тамприв всем, физкульт-привет!